Очереди в этом отделении центральной городской больницы явление нередкое. На этот раз, кроме медиков, учреждения проявили инициативу и сотрудники областного эндокринологического диспансера. Присоединились к доброму делу начальник главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома Виктор Михайловский и главный санитарный врач области Елена Ильяшева. Добровольно, безвозмездно, не в первый раз. Оба доноры со стажем. Сегодня они тоже помогают. Не словом, делом. Чужим, незнакомым, посторонним, но очень нуждающимся пациентам. Показать личным примером, что эта акция нужна, что нужно привлекать с каждым годом все более широкие слои населения. Пока у нас это лучший результат в республике, чуть больше 39% безвозмездного донорства, но к 2020 году мы должны перейти к 100% безвозмездному донорству. Поэтому темпы эти нужно наращивать, а наращивать их можно, все привлекая новые и новые человеческие ресурсы. Безвозмездное донорство – практика мировая. Беларусь поддержала инициативу Всемирной организации здравоохранения о переходе к 2020 году на систему регулярной безвозмездной дачи крови. Брещено стало одним из первых регионов страны в проведении широкомасштабной акции. Безвозмездное донорство начинается с меня. Благое дело, которое действительно спасает людей, спасает жизни людей. И понятно, что кровью не заменишь ни водой, ни какими другими препаратами. Кровь есть кровь. И каждый год она спасает миллионы жизней. На сегодняшний день понятно, что без крови невозможна ни трансплантология, ни лечение пациентов с дорожно-транспортными происшествиями, ни пациентов с тяжелой патологией. Ощутимая лепта внесена в экономию бюджетных средств в системе здравоохранения. За 2017 сэкономлено 664 тысячи рублей. Деньги были направлены на укрепление материально-технической базы организации здравоохранения. За эти деньги было куплено оборудование для обследования детей. Именно позвоночник для того, чтобы посмотреть нарушения осанки, сколиотические нарушения выявить у детей. Было закуплено три аппарата, которые установлены были в Бресте, в Пинске и в Барановиче. В этом году опять мы сэкономили уже за пять месяцев порядка 180 тысяч. Уже закуплено еще три оптических топографа. Каждый топограф порядка 37 тысяч долларов стоит. Мы закупили и сейчас его устанавливают в Лунинце, Кобрине и Пружану. Сегодня Брещено лидер в области донорства. Однако врачи подчеркивают, несмотря на имеющиеся большие запасы, необходимость в красной жидкости есть всегда. На станции переливания крови ждут добровольцев не только в особые даты, а каждый день.